Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Автогражданка снова подорожает. Банк России предлагает заложить в тарифы увеличившуюся из-за ослабления рубля стоимость запчастей. С учетом запланированного на апрель повышение ОСАГО станет многим не по карману. Последний раз тарифы ОСАГО пересматривались в октябре прошлого года. Тогда базовая ставка выросла только на 25-30%. В этом году регулятор планирует обновить тарифы в апреле одновременно с повышением лимитов выплат по ущербу жизни и здоровью до 500 тысяч рублей. По предварительным подсчетам тариф может вырасти почти на 60%. Кстати, теперь и отстоять свои права в суде будет сложнее, поскольку есть единая методика подсчета стоимости ремонта, а она сильно в пользу страховщиков считает. Правительство России не допустит дефицита лекарств. Ситуация с лекарствами сейчас одна из самых сложных и поэтому находится в фокусе внимания правительства. Ключевая задача – это контроль за лекарствами из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Поэтому у списка ведется особо тщательный контроль. К примеру, на открытом рынке лекарства выросли в цене в среднем по разным сегментам на 12-15%. Лекарства из списка практически не увеличились в цене, поскольку цена сдерживается государством. В Испании во время традиционного бега быков энсьерро бык боднул американского туриста Бенджамина Миллера. Он не успел увернуться, поскольку был довольно тучным. В настоящий момент турист прооперирован и находится в больнице. Миллеру зашили раны на спине, 40-сантиметровую рану на бедре и задетые внутренние органы. Кроме него еще пострадали американец и испанец, которые также попробовали прочность бычьих рогов на себе. А вот быка, между прочим, никто не обследовал. А ведь он мог из-за тяжести американского туриста хребет сломать. Российский фондовый рынок в четверг открылся разнонаправленным движением котировок. Индекс РТС снизился, а индекс ММВБ наоборот подрос до отметки 1814 пунктов. Лидеры роста – акции Мичелла, Россетей, Солерса, ФСКЕС и Алроса. Среди лидеров падения – бумаги московской биржи, АФК-система, ТМК, НЛ Россия и Интеррау. К открытию торгов на рынке акций России сложился негативно-нейтральный внешний фон. Американские площадки закрылись преимущественно в минусе. Фьючерс на S&P также минусовал с утра. А кодировки черного золота снижались накануне публикации еженедельных данных по запасам в США. Курс доллара на 19 февраля – 62,40 рубля, курс евро – 71,08 рубля. Золото стоит 2420 рублей за грамм. Серебро стоит 33,74 рубля за грамм. Цена нефтемарки Brent – 59 долларов 35 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах!